друзья всем привет наверное у всех седоводов огородников уже чешутся ручки у меня тоже я практически готова у меня уже все куплено хочу вам показать где покупала потому что уже все пора пора даже я уже замочила перцы хотя начало февраля здесь у меня покупки в основном семена кое-какие гаджеты и чуть-чуть скажу что я не покупаю а делаю своими руками начинаем под эти стаканчики для рассады я забрала с одного банкета если есть возможность забрать и здесь и был и новые почему бы это не сделать это маленькая но экономия в этом пакете у меня этикетки для рассады для растений я делала их из обложек вот дела есть же вот обложка она пластиковая и на них писать очень хорошо я делаю такие и которые стыкаются так как у меня все обложки были черные и темно-синие у меня получились так но это не проблема а есть белый маркер который не смывается и прекрасно все написано вот вы можете видеть это прошлогодняя запись то есть вот это этикетка на простояла земле то есть на растение и не стерлась не влияло не какие-то погодные условия и так далее у меня тут целый мешок я их мою использую вторично конечно это не совсем удобно одна сторона задействован 2 нет пишу на второй стороне ну и потом видимо придется утилизировать это все у меня прошлогодние тоже этикетки очень удобными они оказались покупала их на алиэкспресс идут они упаковками по 100 штук стоили 100 штук примерно где-то рублей 150 сейчас не знаю очень удобные то есть они цепляются к растению это у меня остатки некоторые был и очень удобные вот такие этикетки сейчас вам тоже покажу вот такие я на них писала карандашом поэтому их помыла буду использовать повторно вот такие этикетки они маленькие и очень удобных использовать когда рассада совсем маленькая то есть чтобы знать что вы здесь посадили вот так они выглядят можно сделать самим взять обложку белой папки вообще нет проблем но так они дорого стоят сейчас я посмотрел на вал берет это вообще нереально 20 штук 300 рублей это кошмар так что тут покупать я точно не буду так давайте начнем с приборов наверное вот такой вот совок очень удобный дзема я заказал его для того чтобы ну то есть наступать грунт и удобный он он и не острый но в то же время вот здесь вот у него такая бороздка здесь можно высчитывать я так понимаю этот размерная сетка и он очень удобный и эргономичная такая ручка удобная я пока не знаю оставлю я дома для цветов или увезу на дачу скорее всего наверно дома следующий вот эти вот ножницы тоже заказывая по моему показывала называются они так не знаю как они называются но смысл в том что их можно так вот закрыть я использую их для того чтобы черенковать очень удобно для того чтобы обрезать сухие веточки комнатных растений и вот это вот этот прибор останется у меня дома очень хорошие лезвие я пользуюсь полгода не тупится вообще этот прибор конечно не совсем садово-огородный но он пригодится это барометр который показывает давление показывает влажность и температуру работает он без батареек следующий тоже нужно и это для садоводов огородников это такой как он называется по-русски то таймер который можно установить на включение на выключение то есть подсветка рассады также можно использовать для аквариума очень удобно и здесь помог до 10 включение выключение но нам столько не нужно и есть еще интересная функция вот это вот там дом написано если вы куда-то уезжаете и боитесь что в квартиру залезть можно установить и у вас светильник будет включаться выключаться как будто вы что-то дома делаете здесь у меня в пакете это очень большой заказ семян я заказывал эта компания семка если вы не знали про эту компанию то семена у них отличного качества я давно покупаете семена сейчас покупая имеется ввиду магазине сейчас просто было время села на сайте набрала себе тут сейчас быстренько покажу положили они мне журналы кроме семян я заказал себе вот такое удобрение фланта fit идет он это вот агромастера очень известный 30 10 10 и что означает 39 10 азота 30 фосфора 10 калия 10 также взяла у них актару но я уже видите начала пользоваться у меня были тут проблемы с растениями я обработала очень хорошо работает проблемы уже как не бывало что друзья их разложила чтобы было удобнее и сейчас быстренько пройдусь по сортам и всего этого видно наверное что мои две любимые культуры это томат и огурец обожаю сейчас покажу какие два перца я уже замочила цветов тоже много зелени тоже много и сейчас быстренько по сортам начнем с моей любимейшие культуры огурец эколь известный сорт классный краткоплодный следующий это директор тоже самое краткоплодный и подходит и для засолки и для того что просто есть герман объяснять не буду все знают бьер тоже наверное объяснять не буду пазухах бывает по три по четыре но зависит от ухода беспроблемный огурец который растет при любых условиях по крайней мере у меня следующая это огурец актер для открытого грунта открытый грунт я тоже сажаю и для открытого грунта артек для меня это неизвестные сорта буду смотреть вот остальные все которые портами карпические я сажала я от них восторге томаты томаты тоже моя любимая культура здесь я старалась выбрать все детерминатные то есть низкие что получилось у меня вот андромеда известный многие наслышаны анюта вот такой вот томат открытый грунт оранжевый куб бокале ты такой розовый томат брик сол для открытого грунта это универсальный бычье сердце я сажаю каждый год я от него прям в восторге универсальный такой вот крупноплодный хали гали f1 машин 85 похож на черри коктейльный но крупный такой я в этом году не хочу сажать черри я разочарована вот конечно получился как коктейльный бундеркинд и воски известный сорт зелень сажаю много для чего непонятно пытаясь есть но много не съешь обожаю базилик монголь первый раз буду сажать укроп понятно эстрагон тоже первый раз буду сажать петрушку взяла так есть она у меня но следующий перила никогда не сажала салаты качаный обожаю руколу единственное у меня ее почему-то начинают жрать все кому не попадя вот такой вот овощной горох базилик вот так вот мелкий смотрите какой красивый он подходит для кашпо такой мелколистный и формируется такая шапочка капуста пекинская так капуста пекинская это вот сюда и перепутала артишок никогда не сажал сказали что уже нужно делать рассаду не знаю взяла понравилось это вообще для меня что-то незнакомое скарционер а если сажали скажите что это и еще один салат качаный цветочком быстренько тоже пройдусь и натера астропинокки смотрите какие маленькие красивые цветочки пиларгонию эти два сорта я посадила питоне гибридную фортунию и звезды арктики тоже уже посадила цене цене обожаю такие бархатцы калиманджар очень красивый сорт астро а странная многие любят георгина и вот такие бархатцы фиеста перец посадила два сорта ориен и и такой мини не знаю для меня загадка поэтому я часто покупаю новый состав чтобы знать так следующий кабачок туки не хобби и обожаю вот эту тыкву онышко укола колон колон она такая сладкая и в супчик и и и в сок ой прям моя любовь один баклажан дела сорт максико я его сажала мне нравится но у нас плохо идут баклажаны кукуруза спирит также была в прошлом году разочарована и арбузами и дынями не знаю попробую еще раз может быть это дело было в сортах moonlight желтая марбл без косточковая дыни вот такая вкус ананаса и вот такая фестиваль white виталонга морковь и свекла ну да она называется сорт так наташа у меня сетенка надо посмеялась ну я взяла попробую вырасти и капусту сейчас я покажу капусту тоже я люблю выращивать но капризничает листовая кудрявая это настя валенсина ранняя и поздняя брокколи взяла цветную пекинскую и у цветную снежок сорт вот такой меня был классный заказ все есть больше уже ничего мне не нужно